Здравствуйте, дорогие мои книжечки! С вами Букинист Орск. Я сейчас начну читать мою книгу, вторую книгу «Путешествие Букиниста Орск». Начнём её потихонечку, я думаю, мы её всю прочтём, по примеру первой книги «Как я стал Букинистом Орска». Итак, путешествие Букиниста Орск, путешествие первое, студенческий воеждж к деду в Германию. В советское время я путешествовал с родителями, вернее, с мамой и дедом. Места поездок были традиционными для СССР. Это город-герой Москва, Ленинград и Крым, куда меня, болевшего в Орске часто и много, отвезли на два месяца подышать целебным морским воздухом в сочетании с хвойным запахом и ароматом магнолий, уникальный крымский микроклим. Но, естественно, это были не самостоятельные воежи. Первый раз сам, один, я поехал уже достаточно в взрослом возрасте, мне было 21 год, я учился уже на четвертом курсе нашего Орского государственного пединститута имени Шевченко на французском отделении факультета иностранных языков. И оправился я путешествовать не по Российской Федерации и даже не в так называемые ближние зарубежья Республики бывшего Союза, а в очень интересную, богатую, красивую страну Западной Европы, Федеративную Республику Германию. Вы спросите, как же он, простой студент, живущий на стипендию и помощь мамы, смог попасть в эту страну? Роктажу по порядку. Мой дед, немец по национальности, был сослан советской властью на поселение в нашу Оренбургскую область. Сыльные жили в нашем степном крае всегда, начиная с начала колонизации этих степных просторов царским правительством. Украинцы и поляки, немцы и евреи, да и многие русские из центральных регионов России высылались сюда на поселение. Правительство большевиков пошло по стопам охранки, и органы массово ссылались сюда людей под назор местных вертухаев. Во время Второй мировой войны к нам привезли много немцев из Поволжья и Украины. Неблагонадежные граждане работали в так называемых трудармиях. В Орск попали и родители деда, и его брат, к началу войны закончивший Одесский университет под специальностей хирургии, которым и отправили рыть траншеи и каталованы в нашу степь вместе с другими немцами. У деда была более бурная биография, его жизнь заслуживает отдельного рассказа. Итак, прожив в город Ворске до 90-го года, у деда созрел план, во что бы то ни стало уехать на историческую родину в Германию. Родственники у него уехали в Фатерланд еще в 80-е годы, но вызова от них он ждать не стал и решил всю операцию провернуть сам. План был авантюристичным, но в стиле моего деда. Поехать в Германию по туристической путевке и там остаться на ПМЖ, постоянное место жительства. Основания у него были достаточно веские. Состояние здоровья было удручающим. Силикоз, болезнь шахтеров. Катаракта на одном глазу, глаз практически не видел, и минус шесть на втором глазу. Учитывая состояние здоровья и возраст, 67 лет, он все-таки решился на поездку, сыграл в Аббат. Открою небольшой секрет. Немецкий паспорт у деда был с 43-го года. Я сам видел этот документ, подписанный министром пропаганды нацистской Германии Йозефом Гегельсом. Он рассчитывал попасть быстрым способом в Германию, подтвердить свое гражданство и спокойно жить там. Но давайте по порядку. Проводы были недолгими. Дед все делал быстро и оперативно. Сел в поезд Орск-Москва. Доехал до столицы. Получил визу в посольстве. Перед дорогой он отправился менять советские бензнаки на немецкие марки. Меняли тогда для наших туристов не больше 150 дойчмарок. Очередь за валютой была огромной. Как рассказывал потом дед, он подошел к хвосту очереди, занял место и в голове у него пронеслось, наверное, тут умру, не доеду. Минут через десять подошли какие-то ребята, спортивного телосложения, коротко стриженные, похожие не на братву, а больше, по словам деда, на бывших офицеров. И предложили ему пройти без очереди. Причем дед сказал, что заплатить за эту услугу ему нечем. Но ребят это не смутило. Они видели его состояние и решили просто помочь старику. Обменяв свои копейки на немецкие марки, дед сел в поезд и благополучно доехал до Германии. Там его встретили родственники и приключения продолжили. Решив остаться в Германии на основании своего старого паспорта, он подал документы в управление по переселенцам, будучи полностью уверенным в том, что все пройдет как по массу. И он получит новый паспорт и все разрешения по его расчетам где-то через пару недель. Не тут-то было. Дед столкнулся с легендарной немецкой бюрократией. Чиновники подтверждали, что паспорт действительный, но порядок подачи документов нарушен. Нарушена буква закона, святое для чинушек. Они рекомендовали деду уехать назад в Россию и подать документы на ПМЖ в установленном порядке. Паспорт учтут, и он получит уже в установленном порядке все документы и разрешения и спокойно приедет в ФРГ. Дед уперся и заявил, что паспорт есть. Состояние здоровья и финансы не позволяет ему ездить туда-сюда по прихоти государственных служащих. Он гражданин Германии с 43-го года, никуда он не поедет. Все заявления он писал на зло чиновников готическим шрифтом, которым вводил прекрасно, а бюрократы иногда даже не могли прочесть его каллиграфический немецкий готический почерк. Его дело попало в Федеральный суд Германии. Один адвокат, посмотрев материалы дела, взялся ему помогать в расчете на победу. Дело было интересным, и юристу было нужно выиграть эту тяжбу для престижа. Процесс затянулся на 5 лет. Все это время дед жил у своих родственников, дяди и тети, в их доме, как он выражался, прихлебателем. Правительство платило ему маленькое пособие, из него он умудрялся выкраивать какие-то деньги и слать нам ворск посылки с продуктами и вещами. Напомню, что это были достаточно тяжелые для многих 90-е годы. Я учился в институте, получал стипендию, мама работала, зарплату часто задерживали, но как-то мы выкручивали. Помогал в сад, где я работал один, помогали и посылки от деда. Он пытался помогать нам чем только мог. Присылал вещи, рекомендовал продавать их. Но ни я, ни мама не умели торговать вещами, многое дарили знакомым, которым тоже было нелегко. Посылки в то время из Германии шли долго. Привозили их разные частные и религиозные организации. Все это было достаточно рискованно и продолжительно по времени. Что-то пропадало, какие-то посылки вскрывали. Дед придумал, как помочь нам и деньгами. Присылал в каждой посылке маргарин-рама в пластмассовой коробке. А на дно этого маргарина в непромокаемой фольге всегда присылал купюры или две купюры немецких марок. В соврадительном письме он всегда шифром писал, есть ли деньги в маргарине. Если был текст «Привет вам от Клары Шуман» или «Два привета», это означало, на дне коробки с маргарином лежит одна или две стомарочные купюры. Изображение Клары Шуман, дочери известного немецкого композитора и прекрасной пианистки, красовалось на немецкой банкноте в сто марок. Но что интересно, мы с мамой практически не тратили эти деньги в течение пяти лет. Я копил их на поездку к деду, была у меня такая мечта. Но его зыбкое положение в течение этого времени не давало ему возможности пригласить меня в Германию. Мы продолжим чтение моей книги «Путешествие букиниста Орска». Смотрите наш канал.